Как включать? Первую от себя. Одна кнопка и вторая. Это первая, да, включается? Да, первая, вторая, какая разница. Так, бензин заливается вот сюда? Ну, а куда? Сюда, я спрашиваю. Ну, вот она пробка, вот она пробка. Пробка здесь, так. Куда заливается? Дальше. Травы бойся, чтобы не намотало. Владимир там, я показываю, где ямки, вымеряем. Вот он наметил ямку. Лопата, вот она лопата рядом. Никита, куда ты пошел? Не трешь лопату тут. Вот она лопата рядом. Когда травы убирать, то лучше выключать. Это мало ли, что там нажмется. Та лопата, которой вымеряем, ее нельзя трогать. Она сырая, видишь? О. Видишь, она намотала. Вот это надо проверять, а то нож. А он говорит, ничего не значит. Значит. Сырая земля, вот и что? Ну, сырая земля, так и говорится, ложись в сырую землю. Сделал не в ножи, там спираль, только захватывает землю, начинает сразу туда врезаться. Трава не должна быть там, ни травинки. Из этого не может быть. Дай, Володя. Володя, ту лопату не трогать, я сказал. Не трогать. Я ее не вымеряю. Смотри, какая глубина. Пойдет? Пойдет. Почти на пол. Пойдай, следующем. Иди, берей. Рукавички сними. Потом дальше размесим. Это у два штыка, она уже больше. Вот это вокруг, лопатой возьми, срежь. Надо немножко это, дай лопату. Володя, дай ему. Немножко это, квадратом прямо, квадратом надо убирать. Вот так, да? Вот. Это центр, запомни центр, не смещай. Все, вот это выбрасывается. А то она сырая, еще чуть-чуть, она налипает и уже все. Все, 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 ничего. Молодя, не жаль ли рукавицы? По-моему, на это от тебя хуже будет. Жгет ее, жгет от двигателя. Горячая? Да. Держи ноги береги, чтобы она по ногам не попала. Держи вот за этой, здесь рукой. Ну, сильнее. Отодвигай землю. Подмет их по ногам. Маленько рядом. От ямки. Никита, ну рядом, сказал, ну куда ты на метр разбрасываешь-то? Ты не хочешь делать как надо? Какой-то идиотизм, прям на каждом шагу. Нам же собирать землю надо будет. Сказал, землю рядом бьет, она на до метра летит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 от себя маленько это хороший центр машина такая ты бы сам сделал о 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сохраняй это, сохрани! Ладно, всё, 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 уходи! Всё! Баланс-баланс пройти надо! Пойдём сюда! Пойдём! Пойдём сюда! На, лопатой больше надо! Торму убирать! Иди так! Брось! Прячь! Хватит! Сейчас пойдём! Сегодня 26 июля. Работа для организации нового денника для скотины продолжается. Вот такое вот нехитрое изобретение помогает нам сегодня. Как оно выгодно, невыгодно будет видно, как быстрее, как лучше копать руками или этим. Вроде этим буром быстрее, а в то же время толщина-то с лобушков разная. Вот отверстия готовы. Вот они! Как картовые норы! Упасть можно. Вот так вот. Вот сам Игнатий Тихонович. В одеянии. Кривая вообще! Работаем мы быстро. Не совсем точно поэтому. Грубо. Но по-другому не умеем. Там ещё есть? Да, там ещё готовят батюшка. Помогите, нести ему! Он здесь не меряет, она где-то у нас, здесь-то шляхнет. Хорошо, среди дерева инфидурника. Братья подготавливают площадку для бурения. Работа продолжается. Как? В04estation Здесь у меня. Там короба вязала, в навозе, в грязи, в этом месяце много дождей было, все рассмыло. Они буквально тонут в этом. Мочка еще одну ямку. Это уже свертло рыбу. Норму отработали уже. Что я буду делать? Запалили, что мы не делаем? Рекачка пройдет. Как обычно. Потому что травы очистят. Давай. Дай-ка пойду. Траву там очистить. Ну не лопатой. Лопатой сразу. Ну что, братья? Это по-нашенски. Нихонь, дерево только. Брата замотали, он лопатой травы снимает уже. Не тащить надо, только не надо тащить. Она разово пользует, как Китай. Напильником нигде не задевайте ее, как пилу. Я тронул ножовку, и она сразу пропала. Ну как Китай, Китай. Почему как Китай, ты говоришь? Это Китай. Он кидает всех. Как Китай, говорит. Что-то тут говно. Ну ладно. Какая-то неферная, брат. Давай, туда. Дождик, когда капает, то экран на себя поворачивает, потому что добра-то затекает. Первая, она совсем не такая. Давай сделаем такая, чтобы была. Поглубже. И на этом всё, можешь уезжать. Всё, помогите, помогите. Всё? Всё. Езжаю. Тут два начальника, как говорится, много на одну деревню. Раньше было так, говорили. Два дурака это много на одну деревню. Держи её. Так и упало. Отлетело? Нет, пока не отлетело. А чё это такое? Ну, разбираю. А ты не прикрутил сразу, как следует? Он разбирает. Так, а чё тут? Подожди, а разобрал уже? Да. Ну, вторая это ямка. Я вижу тоже так. Чё? Ну ничего, погрузи маленько её. Ну я же не видел, что так делано. Дальше тут у тебя хорошо пошло. Это уже за отдельную зарплату. Ну вот одна ещё, всё. Это не ямка, это лунка. Это первая. Вы пробовали, у вас не получалось тут. Ну она совсем мелкая. Сантиметров сорок, наверное. Да полностью погрузить. Держи, она всё. Да, да. Давай. Теперь мы остаёмся со своим горем одни. Как мы будем? Нам охота бы было загнать в обед сюда уже их. Ох вы, а! Аккордным методом. Ну-ка это, возьми за ручку, держи. Ну, зайди с той стороны. Упёрся в спину и стоит. Ну как ты снимаешь? Чё, чё? Ты всё время сонный-то такой. Вот не с трёхности места, а так и будет спину фотографировать. Утриная тихая, значит, учит меня как жить. Меня всегда это шокирует. Чё, батюшка, её на бок можно положить? Да как, поставил бы и всё. Хоть так, хоть так. Стряхните, там земли много, не важно. Я считал какой-то заключённый, сделал себе вертолёт из пилы или бензопилы. И прилетел через забор. Посмотри, что делается. Тебе неинтересно ещё, я вижу. Ой, бензопил. Сапог? Наклонись, чтобы было видно. Именно так. Пошли, пошли, я сейчас. Видно, не видно, разница в такой человек уже интересна. Вот говорили, что он не поверли в голову даже. Снимай, поверни, у тебя разница нет уже. Всё. Грозав раздвёшься. Это поколение мёртвое. Даже снять правильно они не хотят. Неинтересно, никогда режиссёр не получится. Я хотел режиссёром стать, но, как уверовал, не получается. Потому что они не интересны никому, и ему никто не интересен. Причина должна. Эгоизм передаёт великий какой-то заслуженный артист. Когда, говорит, принимал, то комиссия сказал, нет. Тебе в артисте игр в грузчике работать. Из тебя, говорит, артист не получится. Ага. А из него получился. Ах, это из тебя режиссёр ещё получится. Знаешь, он услышал, когда первый раз стихотворение. Ну-ка, прочитай, которое я тебе написал. Знаешь, ну сколько можно и на тихо начать. Мне хоть не будет считать. Я в «Комсомольской правде» прочитал ещё в армии. Но если четверть века позади, а ты ещё не звонок и не ярок, ещё не приготовил свой подарок, то от тебя подарка и не жди. А ты, говоришь, режиссёр. Это про Бельмондо. Это человек интересный для всех. У него тысячи друзей, а это никого нет. Он здесь наберётся интереса. Уедут и ехал ему письмо написать. Никит, ты что уедешь, будешь там письмо писать? Нет? Да кому он будет писать, а? Так, где моя? Вот, вот, вот. Нет, я не про это заложить. Сейчас батюшка проедет наш. Спасибо, Христос, батюшка. Отдыхай. Потрудился на славу. Сейчас мы будем столбы ставить. Смотрите эти номера. И сразу ставить. Опять дождь идёт, понимаете? Мы не успеваем ворота открывать для дождя. Всё, пошёл. Ты вон туда поверни. Посмотри, где столбы-то. Какая, говорит, бездна кажется сединою. Вот он уезжает. Как приехал и дальше как уезжает. Номер покажи машину. Показал уже. Вот так. Тачку сёл за рулём. Зашёл впереди, говорит, показал. Дождь сильно идёт. Ну, интересно, сильно идёт. Красивые моменты упускаются. А они не повторяются. Я в воскресенье правильно не заснял. Когда на рыбалке был батюшка рыбачик. Ребятишки купаются здесь. И рёма на этой стороне. Подошла Василиса. И рядом гурт коров и отара овец. И зелёная трава. Всегда брал с собой видеоаппарат. А тут не взял. Уже лёг спать и совесть мучает. Я поступил неправильно. А вам нужды никакой нету. Подошёл инструмент лежит в траве. Показал. Другое что-то. Вон ребята идёт вот. Стоят под этим. Гошь идёт. Стоять с ним. Вот вчера ребятишки, помоги, привези столько жердей. Они сейчас сидят тут. Спрятанные ребятишки. Показали на них. Это ямки. Надо посчитать сколько ямок было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, семнадцать. Девятнадцать, двадцать, двадцать, двадцать одна, двадцать две, двадцать четыре ямки. Нам не копать это уже что-то. Хотя аппарат этот первый раз привезли. Это Игорь Барабаш купил его. Мы здесь пруды всё это сделали. Первый год их выкопали руками. Не менее семидесяти сантиметров для столбов. Пятьсот. А тут двадцать четыре. Вручную. И не считали, что что-то сделали высокое. А они все, всё сгнило. Так повторно повторили. Повторно это уже тысяча. А уже на четвёртый раз надо закрыть, включать всё. Сейчас переворачивать надо будет. Я ему дам, он сам один сделает. Давай. Я тогда к тебе подойду. На траву мажем. Ну давай. Строгу мазать не надо. Скотина отравится. Как нынешне в детском лагере. Пришли. А у вас не соответствует... Ну он какой? Не протравлен от клещей. Таких нету клещей. У нас написано. Ни одного клеща нету. По погоде видать. Другие годы бывают. Но ненсиполитов не было за 200 лет. За 200. Сейчас 198 лет потеряй. Пошёл. Сам смотри. Я сейчас возьму. Поскорее беги туда. Угу. Угу. Вот видишь как. Слаженный идёт. А там Никита Андреевич Колесников. Подойду к нему. Вот отворощает как медведь. Сутунок. Давай. Ты мне её отдай эту игрушку-то. Вот так. Вот здесь она шкурит. Называется шкурить. А в городе хочу шкурить. Только шкурный интерес. Вот он что-то сделает. Какие-то проценты получит. Что-то возьмёт. Дивиденды. То есть ничего не делать. Обобрать другого. А вот взял вовремя биржа. И там знают они все индексы. Повышение. Ничего не знал этого человек. Ни в раю нигде. Всё это еврейские штучки. Как Михалков говорил. У него в кинофильме 12. Евреи там один говорит. Всё это еврейские штучки. Знаем мы их. Вот тележка наша. Сколько она помогала. Это отца моего. Была во Фрунзе. Оттуда привезли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двадцать, 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 пожалуйста вот такая работа благословен господь продолжаем работать делать загон для коров сейчас нам братья убивают жерди слабо уже все установили слава богу завороженный так давай следующий держи так пожалуйста берите не до следующего не следующий хватит не хватит нет тогда назад высоко не поднимай держи так давай подожди-ка вот так пойдет должно было хватить потом все это проволока надо будет перепутывать никаких бывает никита делать сразу как следует маленький самый вот так потом это перехватит не забудь потом давай пониже возьмем так подожди там иди к нему прибивать здесь почему-то в стороне поэтому пришлось вот так и сделать так подожди это на 2 хотя это нам ничего как будто и не дают ну дает давай не ровно тебя ты его выпрямь сначала ты его сейчас бьешь вся сила удара идет на загиб не на погружение обязательно нужно щипцы иметь здесь чтобы сейчас она пойдет на тебя куда попало ну ты же видишь бьешь что ты что делаешь давайте щипцы тащите ко мне бегом быстрее или топор тащи топор даже лучше никита бегом все с той стороны на придевай а вы все время держите в руках топор когда бьешь на той стороны прижимать вот так вот где бьется и обухом поддерживать вот здесь углез значит здесь давай бедро с гвоздями нужно тащить за собой все время это твоя работа некита молоток у тебя значит и гвозь у тебя вот как и 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 Подбей его, как-то не чувствуешь ты молотка, это надо чувствовать, а он не будет, через два удара она загнется у него Пошел на загиб его, как ты не видишь, что он загибается уже, на Когда ты его бьешь, Никита, запомнишь, видишь, дай молоток, то с каждым ударом ты его потягиваешь к себе, подгребаешь Поэтому надо время от времени гвоздь выправлять, ты хочешь, не хочешь, ты поневолею его загибаешь Теперь гвозди загибаются, вот волокна идут в дереве так, слушай, загибать надо поперек волокон Деталь, которую прибиваешь, гвоздь должен быть в два с половиной раза длиннее Вот это, допустим, это у нас сороковка, какой длиной должен быть гвоздь? Сто Сто Мы прибиваем дюймовку, двадцать пять, то есть два с половиной сантиметра Какой должен быть гвоздь? Шестьдесят там что-то Да как шестьдесят, ты еще выдумал Ну давай Прибиваем Следующую Так, бери, вот эту вот Там прибит это Ну давай, прибивай вот эту Понимаешь, нет, надо бы сюда его протянуть Поднимешь Она в той стороне оказалась Вот Неправильно, по-другому нельзя Не по прямой линии ведет Так, это не пройдет туда до конца, нет? Давай Вот о таком уровне Так, сантиметров, чтобы Обожди А что ты молчишь-то? За столб, чтобы она заходила не больше десять сантиметров Давай Гвоздь забит, это уже дело мужика Другой ходит за каждым делом Промодку сделать к соседу Но потом удивляется, что жена в другом месте находится Давай С маленьким Никого не обманешь Вот видите, теперь поднимай там Приподнять маленько повыше Пойдет у тебя дело Неплохо И будет ходник Как говорит, толк выйдет Говорит, а без стола сейчас останется Нормально? Что? Что хотел сказать? По высоте нормально нет, говорю А? По высоте нормально нет По высоте? Повыше Повыше, повыше Я говорю, повыше он давит к низу Я не давлю Повыше это что означает, Никита? Это означает кверху Обязательно Ну так бей туда В теленок к низу залезет А речек тут нету Наша задача задержать Держи теперь Вот такое дело Кажется, еще проще А в городе где там Только дождь сейчас своя Город тебе научит Вон он Сзади тебя Все, загнул? Да нет Да потому что бьешь Совершенно неправильно Да я еще не забил Ну сейчас ты не бей Обойди, не бей Если он пошел не туда Тебе уже ничего не сделают Дай сюда молоток На топор Наставь Вам что дать там? Выправить? Мне ничего не надо дать Выправил Как выправлять будешь? Да это по горбушку бить там Хорош Бей Она идет уже неправильно Он загнул его Идет Дай бог что идет Она у тебя там уже пошла Не заходите, я думаю Свернул в самом начале Давай Ты видишь нет? Глянь сюда, глянь Посмотри куда гвозь идет Вижу Он тебя доходит А потом сразу вверх Ну вообще Ну а зачем же так сделал-то? Теперь ты его бьешь сюда А он куда идет? Ему в гвозди-то идти некуда Ну бей теперь еще есть Спорит кого-то Ты маленько привел И все гвозди Ты ему загнул Такой новый гвозь Уходи до околу Вот это надо поднять Подожди Держи вот эту вот Надо поднять жерть Держи маленько Чтобы не пошла Куда пошла? Теперь давай Теперь гвоздь прямо пошел Прямо пошел Ты что, не видишь что ли? Ты его забиваешь косо Понимаешь? И ты гвоздь вон куда пошел Да я понимаю все Ну так еще ты тогда бьешься так Давай Можно конечно за тебя сделать это Но ты тоже когда-то научиться Бей Выпри маленько на себя Чуть-чуть Пошел Простой дело гвозь забил И сколько снимаешь ты Прибивай Бей Держи здесь Вот в этом уровне так и держать Потом третью жерть Придем Придет время Все Пошел следующее Тащи ведро за собой Ты слышал? Ведро начальник ты Это очень большое для этого будет Ну бей, бей У других нету Бей, бей Есть Все Эта сторона считай у нас уже захомутали Теперь не Снизу начал Он снизу начинает Это неправильно Снизу начинает Это неправильно Мне кажется Ну что делать Давай Он же Ну бей Быстрее Никиташ Пальцы не повреди себе Давай Зачем руку-то держишь Давай, давай, бей, бей Идет Ну тебе да 15 гвоздей забил Рука уже выступла Че, привыкнет Отойди Как в кино прямо Ого, на, тихно, ну как так Не вяжь Вот он Ну я же половину вбил И конечно можно оставить Сейчас посмотрим Половину ты вбил Половину их загнул А не вбил Так, ребята Отступим дальше Давайте Никитушка Бери с этой стороны Вот так Убивай Подожди Маленько повыше Повернем Вот так вот Потом вторую А то у него пойдет Я пока буду жерди оттаскивать Я не знаю даже как ее повернуть Топор не забудь Положи в эту В себе Никита Куда? В ведро Топор уже в ведро Иначе ты его забудешь Так, ребятушки Давай Поднимай Хорошо Прибивай туда пониже Опусти маленечко Вот так Все Повыше Чуть чуть повыше Все время на одном уровне Так Дальше вторую пойдет Только не прибивай пока я не покажу Что-то прибивать надо Надо подтасывать Все, Володенька Давай Бери топор И подтясывай где толстые Это он их не подтясывает Все Все Покажи Субтитры сделал DimaTorzok